Привет, друзья! Сегодня будет такое большее развлекательное видео для отдыха и расслабления. Хочу поделиться с вами своим недавним приобретением вот такой иллюстрированный альбом, посвященный развитию отечественного торгово-промышленного плаката. Ну и заодно немного погрузимся в эту интересную, на мой взгляд, тему. Прежде чем мы полистаем эту книгу, хочу немного рассказать предысторию, как вообще в дореволюционной России произошло рождение и дальнейшее развитие рекламного плаката. Это событие пришлось на вторую половину 60-х годов XIX века, когда в пореформенной России стали активно создаваться машиностроительные, миловаренные, пивоваренные, ткацкие, табачные заводы и фабрики. В 1897 году произошло официальное признание рекламного плаката как одного из видов искусства благодаря международной выставке афиш в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали большей частью работы зарубежных мастеров, большинство экспонатов принадлежало Франции, США, Германии. Здесь были представлены такие мэтры плакатного искусства, как Альфонс Муха и Англия Тулус Латрек. На их фоне было очевидным, что отечественный дизайн еще не достиг своего расцвета. И это событие послужило своеобразным толчком для художников, считавших афиши достоянием улиц, скучного быта, коммерции. В это время происходил расцвет стиля модерн, оставившего свой след абсолютно во всех областях культурной жизни. Самые лучшие образцы выполнялись именно в этом стиле, что отразилось в общей эстетике, цветовом решении и композиции. Российские авторы зачастую вносили в свои произведения русские мотивы. К началу XX века многие знаменитые художники, такие как Лев Бакст, Евгений Лансере, Александр Бенуа, Иван Белибин и другие, заинтересовались плакатным искусством, и многие из них были знакомы с европейским искусством, жили и работали какое-то время в Европе, что позволило им создавать плакаты не ниже западного уровня. В целом плакаты, создаваемые в Российской империи в конце XIX – начала XX веков, можно разделить на несколько направлений. Первое – это социально-политические, наиболее раскрывшие себя военные и благотворительные тематики. Благотворительные организации регулярно распространяли социальные плакаты по сбору средств, особенно в периоды сложной экономической ситуации в стране во время и после военных действий. Нашла отражение в рекламном творчестве и борьба с одной из главных болезней того времени – туберкулезом. Из-за него в Российской империи погибло огромное количество людей, в числе которых были и представители императорской фамилии. Следующее направление плакатов – это зрелищное – нафиши, выставки, культурные и промышленные мероприятия. И наиболее запоминающееся и распространенное направление – это торговое, прославляющее многочисленные производственные предприятия и товарищества. Именно об этом направлении и идет речь в этой книге. И сейчас мы ее с вами полистаем. Итак, первое изображение – это реклама парфюмерных товаров от Брокора или Брокора и Ко. Здесь мы видим бравого купца и двух красавиц в кокошниках, которые очень довольны парфюмерной продукцией от Брокора и компании. Судя по всему, это отец, который приехал с гостиницами для своих дочерей, привез им по флакончику духов и пудру, а себе припас цветочный деколон и глицериновое мыло. Далее у нас реклама продуктов питания. На первой картинке изображена сцена чаепития в благородном доме. В нижней части изображено здание Политехнического музея в Москве у Линских ворот, рядом с которым поместился магазин и склад чая и жженого кофе. Далее реклама кондитерской, которая предлагает различные виды банкетов – балы, свадьбы, вечера с полной сервировкой и прислугой. Кондитерская по всем законам жанра имеет французское название – «О фангу», что переводится дословно как «в конце вкуса». Но это, видимо, имеется в виду десерт. Далее девушка в костюме гейшей предлагает нам шоколад товарищества Эйнем. А Василий Перлов с сыновьями подготовили новые образцы чайных сорочек. Честно говоря, не знаю, что такое чайные сорочки, но могу предположить, что это как современные чайные пакетики. Вот очень красочная реклама в таком народном деревенском стиле. Зазывает нас зайти на большую якиманку, приобрести макароны и городские сухари. Здесь мы видим рекламу фабрики Марии Васильевны Содомовой. Вязальная и вышивальная бумага – это самые обычные хлопчатобумажные нитки. Вязальная бумага изготавливается из средних сортов пряжи, а вышивальная – из пряжи высшего качества. Далее вновь реклама чайка с видом на Кремль со стороны набережной Москвы-реки. Здесь у нас происходит знакомство покупателей с рекламой мыла Архипова, размещенной на афишной тумбе. На дальнем плане – Петербургская городская дума. Далее реклама изделий из ткани – мужские и женские детали одежды, тюлевая фабрика, крахмальный завод. В Российской империи была хорошо развита сельскохозяйственная промышленность, поэтому и соответствующей рекламы тоже было достаточно. Ну а здесь уже реклама того, что нынче рекламировать запрещено – табачок и папироски. Такая вот восточная вальяжная дама возлежит на кушетке в шелках, рядом с кальяном, а к ее ногам бросили не весь мир, а табак в ассортименте. Здесь вот добрый внук ласково подсовывает пачечку нарзана. В этой рекламе художник продемонстрировал весьма креативный подход. Здесь также старички балуются папиросками. Здесь нам предлагают чай и какао от разных производителей. Здесь вновь запрещенные к рекламе товары в современной России. На этом плакате мы можем наблюдать легендарного белого генерала Скобелева, который олицетворяет папиросы петербургской фабрики Колоба и Боброва. Народные папиросы солдат рекламировал защитник отечества с полной походной выкладкой. Здесь вот у нас дым коромыслом стоит, курят запорожские казаки. Автор плаката сильно не мудрствовал. Этот персонаж практически полностью скопирован с картины Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Немного только изменила детали. Элегантная дама курит папиросы десерт. А здесь вообще мальчишка-гимназист закуривает. Отличная идея закурить после экзамена. Видимо, в то время к этому относились проще, чем сейчас. Ну, вроде как вредно. Ну, ладно. Может, лет через сто людям будет дико смотреть на рекламу, где, например, дети с аппетитом поглощают чипсы или колу, коих признают вредными для здоровья и запретят для рекламы. Здесь уже важные господа. Одни пока только проявляют интерес, другие уже дымят вовсю. Ну, хотя бы женщина вроде бы равнодушна. Здесь она скорее для какого-то композиционного пятна. Ее красный жакетик перекликается с красными буквами и полосой внизу. Товары для пожарных. Различные средства для ухода за обувью. Вот опять богатырь Демид. На этой странице уже у двух плакатов есть авторство. Вот автор этой рекламы парфюмерии русских бояр, художник Борис Ворыкин. А это известная работа художника Ивана Белибина, которая рекламирует пиво «Медоваренный завод. Новая Бавария». Далее реклама напитков и печенья. Вот эта работа, на мой взгляд, уже немного отличается от остальных по своей стилистике. Как будто повеяло легким-легким ветром авангардизма. Кондитерские изделия. Товары для охотников и эпичная реклама папироса с батальными сценами. Здесь элегантные городские дамы предлагают нам папиросную бумагу, гильзы, обувь, попить пивка из Рыбинска. Здесь вот не совсем понятно, что рекламирует дама, но я узнала, что фирма «М» и «Мандль» занималась продажей готового платья. Судя по всему, в их ассортименте были еще и различные аксессуары. Обратите внимание, какая интересная шляпка у девушки. Это то ли открытый козырек и сверху копна волос, то ли это искусственные волосы, прилепленные сверху. Также у нее интересные перчатки с дырочкой. Здесь вот на руке два колечка. Товарищество пивомедоваренного завода Иван Дурдин предлагает различные сорта пива. «Страховое общество. Россия». Вот этот вот плакат мне очень напоминает какую-то известную картину. Возможно, даже художника Бориса Мусатова. Что-то очень знакомое, но, к сожалению, вспомнить не могу. Здесь нам предлагаются различные ткани. Реклама популярных швейных машин «Зингер». Вообще, несмотря на то, что в Российской империи в конце 19-го, начало 20-х веков наблюдался экономический рост, он все же не сопровождался увеличением покупательной способности населения. Доходы большего числа людей были невысоки, за исключением российской буржуазии, на которую большая часть рекламы и была рассчитана. Гильза Викторсона предлагает покупателям элегантный модник коми-вояжор и хитрый китаец. Здесь у нас различная реклама мыла от Жукова для стирки белья и туалетная. У них, судя по всему, какой-то фирменный знак торговой марки в виде жуко-оленя. Здесь нам предлагаются ткани, которые подойдут на любой вкус и национальность. На этой странице русская и украинская красавица рекламируют пиво от Калинкина. А здесь их уже сменила веселая кельнирша с кружками пенного для покупателей. Тут, судя по всему, география распространения торговых точек. Кондитерские изделия различные. Это очень стильная реклама, весьма лаконично, называет аппетит сразу. Захотелось выпить чашечку какао. Конфеты, мраковые шейки. Слон выпивоха предлагает нам коньяк от Тамазова. А здесь усатый господин в Пенснея закусывает осетриной в томате. Напитки алкогольные, не только. Вот это, судя по всему, реклама люксовых папирос с удлиненной набивкой и коротким штуком. Цена кусается. 12 копеек за 10 штук. Петербургская табачная фабрика позиционировалась как товар для биржевиков и банкиров. Рядом папиросы попроще. 6 копеек за 20 штук. А вот и он, счастливый обладатель. Папирос Демисек. Галантный и богатый франт в лаковых штиблетах. Далее реклама о сельскохозяйственной технике. Первая лучшая американская пишущая машина Ундервуд. В конце 19-го, начало 20-х веков печатные машинки были большой редкостью, которую мог позволить себе не каждый писатель, поэт или журналист. В большинстве своем все-таки пользовались перьями и чернилами. Таб, каршеринг по-имперски. Плакаты старейшего в мире товарищества российско-американская резиновая мануфактура, которая обеспечила внутренний и внешний рынок галошами и имела широкий ассортимент резиново-технических изделий. Далее галоши Рижской, Московской и Петербургской мануфактур. Пудра «Лебяжий пух», художник Елена Росинская. Загадочный символический образ белого лебедя, который любуется своим отражением под лунным светом. Пиво, папиросы. А швецов и сыновья предлагают чаи для различных слоев населения. Бабкам посплетничать, солдатам передохнуть, дворянам насладиться вкусом, мужикам в трактире в качестве дежестива, купечеству побаловаться. В общем, всем чаек угодил. Поступательное развитие российской промышленности прервала Первая мировая война. Разрушились торговые связи, Санкт-Петербург переименовали Петроград, производства переориентировались на выпуск военной продукции, а в ряде случаев боевые действия отрезали их от традиционных источников сырья. Заводы и фабрики из Риги были эвакуированы в Москву. Всем уже стало не до папиросок, пива и раковых шеек. Эта реклама осталась уже в другой стране. Печать торгово-промышленной рекламы практически прекратилась, а типографии Петрограда и Москвы стали издавать агитационно-пропагандистские политические плакаты. Ну что ж, закончилась эпоха. Ну, я буду заканчивать свое видео. В продолжении книги уже совсем другая эпоха начинается, но образцы рекламы здесь, конечно, не менее интересные. Этому, я думаю, посвящу отдельное видео. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго и спасибо за внимание. Продолжение следует...